Возвращайте долги без нашего участия, советуют сотрудники Федеральной службы судебных приставов, но этот слоган является призывом к действию далеко не для всех. Сколько сегодня должников числится в базе Волгоградского ведомства и как работают со злостными неплательщиками, мы спросили у исполняющего обязанности заместителя главного судебного пристава по Волгоградской области Андрея Почиховского. Андрей Александрович, верно ли, что сегодня практически каждый второй житель Волгоградской области имеет долги, будь то неуплата налогов, штрафы ГИБДД, неплатежи по алиментам, либо коммунальные услуги? На сегодняшний день, согласно официальной статистике, в области проживают 2,5 миллиона человек. Согласно нашей статистике, за прошлый год всего находилось на исполнении 1 миллион 70 тысяч исполненных производств. Соответственно, можно легко подсчитать, какое количество исполненных производств у нас приходится на одного человека. Получается, что каждый второй человек у нас на сегодняшний день является должником. Большую ли долю в этой массе должников составляют алиментщики? На сегодняшний день, на конец апреля, количество исполненных производств составило 15 820 в отношении алиментщиков. Конечно, есть исполнительное производство, где должники не погашают нормальным образом задолженность, не погашают, не выплачивают и не участвуют в судьбе ребенка, не выплачивают алиментные платежи. Ну, много ли или мало, ну, конечно, это такое субъективное понятие, но вместе с тем на сегодняшний день у нас более 6 тысяч, а если быть точнее 6 831 исполнительное производство в отношении должников алиментщиков, сумма задолженности, по которым превышает более 100 тысяч. У нас достаточно широкий перечень мероприятий, которые мы проводим в отношении данной категории граждан. У нас только вот за истекший период года возбуждено 427 уголовных дел по статье 157. То есть мы активно с этим работаем, применяем иные меры, в том числе вот у нас именно только касаемо должников алиментщиков, принято в текущем году 8 415 ограничений в праве выезда за пределы Российской Федерации, наложено более 500 арестов. Вот только касаемо именно должников алиментщиков, если мы говорим именно об этой категории. Активно применяем меру понуждения к трудоустройству. Андрей Александрович, Вы упомянули ограничение выезда за границу. Этот метод по-прежнему остается серьезным поводом для должника рассчитаться по счетам. Это, наверное, трудно переоценить вообще эффект этой меры. Но в прошлом году у нами было ограничено 73,5 тысяч должников. За апрель месяц мы уже ограничили 38 тысяч должников. 38, почти 39 тысяч, 38,9 тысяч там с копейками. Вот, ну а цифры по количеству, наверное, не так ярко говорят о эффективности. А вот цифры по взысканию, наверное, очень эффективно будут красочно отражать ситуацию. Вот в прошлом году 73 тысячи вот этих примененных мер позволили взыскать 250 миллионов рублей. 250 миллионов, причем 61 миллион, это именно по алиментным платежам. Мы ее продолжаем применять, будем активно ее применять в дальнейшем. То есть она очень себя хорошо и качественно зарекомендовала. Какие новые методы в работе с должниками используют сегодня судебные приставы? На сегодняшний день служба съемных приставов развивается, развивается очень быстро и эффективно. То есть, ну вот, самое первое, что, наверное, хотелось бы сказать, это, наверное, электронный документ оборота. Мы очень активно его продолжаем внедрять, не только на базе запроса ответа, да, получения информации о наличии имущественного положения должника, то есть от государственных органов и кредитных учреждений. Но мы уже выходим на принципиально новый уровень взаимодействия, это электронное списание денежных средств, расчетных счетов должника. Вот, и уже ряд банков, мы подписали соглашение, ряд банков с нами уже сотрудничают в данном направлении. Мы продолжаем эту работу по привлечению к этому направлению иных кредитных учреждений. То есть мы будем дальше в этом направлении работать. Ну, и опять-таки, иные, то есть методы, это привода должников, да, к месту совершения исполненных действий, судебный пристав исполнителю, это уголовное преследование должников и привлечения к уголовной ответственности, административная ответственность тоже. То есть круг вот этих мероприятий, которые понуждают должника к исполнению, он достаточно широк. То есть мы его развиваем, внедряем какие-то новые моменты, будь то это, наверное, расклеивание наших разыскиваемых товарищей на столбах, то есть чтобы люди видели, что мы, кого мы ищем, по каким основаниям. Плюс вот была такая работа у нас проводилась с коммунальными службами, когда мы развешивали списки должников в подъездах, да, то есть тоже такой психологический момент, влияющий на понуждение должника к исполнению требований, возложенных они, будь то судом, либо иным каким-то там уполномоченным органом. То есть мы работаем, мы не стоим на месте, пытаемся развивать и внедрять какие-то новые технологии. Ну, каков бы ни был метод, главное, чтобы он работал. Что говорит статистика? Уменьшается ли число исполнительных производств за счет того, что долги все-таки возвращаются? На сегодняшний день сложилось такое мнение, что служебственных приставов исполняется не более 50% исполненных документов, поступающих на исполнение, будь то это исполненные документы, выданные судами, либо уполномоченные органы в виде постановлений соответствующих. Мы проанализировали период с 2009 года по 2013 год. Вот за этот период на исполнение служебственных приставов находилось 3,7 миллиона исполнительных производств. И вот пройденный анализ показал, что за истекший период фактическим исполнением судебных актов, вот возьмем только отдельный сегмент, судебные акты, было окончено более 60% исполненных документов. То есть фактическое исполнение по судебным актам составляет более 60%. По постановлению специально уполномоченных органов, будь то ГАИ или иное, составляет 58,5%. То есть и по иным категориям, то есть это в районе 62%, то есть взыскание. То есть вот о чем говорит статистика. То есть служба судебных приставов, продолжая развиваться в мерах принудительного исполнения, все-таки наращивает свои темпы и эффективность работы. Андрей Александрович, спасибо вам огромное за эту беседу. Редактор субтитров А.Семкин